МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подведем итоги недели, на которой осень сменила лето. В студии Дмитрий Иванов. Здравствуйте. И вот что было главным по версии корреспондентов телеканала ОТС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 сентября. Линейки проходят во всех школах, но торжественный праздник только для выпускников, 11-классников и, конечно, для самых маленьких. В мегаполисе ввели в эксплуатацию долгострой, который не могли завершить на протяжении 10 лет. Сегодня некогда обманутые дольщики получили ключи от своих заветных квартир. Учительница подарок какой-нибудь придумаем. А какой подарок хотите учительнице подарить? Нарисовать какие-нибудь цветы. Стоимость одного гектара земли на отдельных участках Мичуринского сельсовета Новосибирского района может доходить до 30 миллионов рублей. Но с помощью незаконных схем эти лакомые участки вдоль федеральной трассы уходят буквально за копейки. Путешественники из Новосибирска доехали до Крыма вот на таком Запорожце. Путь занял в общей сложности 6 дней. Сегодня на улицы города вышли несколько библиотекарей, чтобы задать новосибирцам вопросы об истории Олимпийских игр. О Вадиме Репине, о том, как блистательно он играл на скрипке в детские годы, мы вспомним во второй части этой программы всемирно известному скрипачу-новосибирцу на этой неделе исполнилось 50 лет. А сначала с помощью специалистов Яндекс.Погоды подведем итоги лета в нашем регионе. Итак, самым жарким был июль. Средняя температура плюс 23 градуса. А осадков в этом месяце было в три раза меньше нормы. Июнь, наоборот, самый холодный месяц лета плюс 18 градусов. Зато осадков больше нормы. Неудивительно, что и самый холодный день лета был в июне 20 числа плюс 13 градусов. Самый жаркий день лета, соответственно, 5 июля плюс 32 градуса. Ну и самый дождливый день лета в Новосибирске 12 августа 26 миллиметров осадков. Выпало это больше, чем, например, за весь июль. Таким было лето в Новосибирске в 2021 году. А осень, как обычно, началась со дня знаний. Погода была нормальной, а значит и школьные линейки прошли на улице торжественно с участием родителей. Правда, из-за санитарных правил не все школьники были на линейках, а только первоклассники и будущие выпускники. А всего в регионе за парты сели почти 350 тысяч детей. Что для них будет нового в школьном году, расскажет Андрей Баев. Будем очень мы стараться все пятерки получать. Умницами, умниками хочется нам стать. Обещаю не лениться выполнять задания, возвращаться в перемену срок без опоздания. Еще вчера дошколята, сегодня бодро и весело декларируют клятву первоклассника. Торжественные линейки в День знаний проходят во всех школах региона. Кроме педагогов и родителей, учеников 211-й поздравляет и губернатор Андрей Травников. В новом учебном году за парты впервые сядут 38 тысяч первоклассников. Всего учеников в Новосибирской области 348 тысяч. Заниматься школьники будут по схеме прошлого года. Индивидуальное расписание у каждого класса, при необходимости дистанционное обучение в среднем и старшем звене. По-прежнему часть школ переполнена. Для решения этой острой социальной проблемы, уверен глава региона, темпы строительства надо увеличивать в два раза. Помочь в этом должна новая программа строительства школ на условиях концессии. По сути дела, это строительство в рассрочку с привлечением значительных федеральных ресурсов. Таким образом, на территории области и города будут реализовываться сразу две федеральные программы. Одна традиционная в рамках нацпроекта строительства по госзаказу. И вторая это строительство совместно с ВЭБом. Это позволит нам уже в следующем году, по сути дела, выполнить ту задачу, которую мы перед собой ставим. Увеличить в два раза количество новых школ, которые мы будем строить в ближайшие годы. Так, уже в следующем году новое здание должны начать возводить для 185-го лицея в Октябрьском районе Новосибирска. А пока здесь, как и в других школах, звенит первый звонок. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Новое здание планируют построить на месте старого. Поэтому следующий учебный год лицеистам придется начать в классах соседних школ. Я, наверное, сегодня не случайно оказался в этом лицее. Я уверен, что в следующем году, в 2022 году, эта школа будет начато строительство, будет снос, подготовка площадки. В любом варианте. В принципе, она у нас в федеральной программе. Но если даже она не будет в федеральной программе, мы просто обязаны ее сделать за счет областного, городского бюджета и так далее. И еще немного о новшествах. Федеральный образовательный стандарт вернули в воспитательный процесс. Пока ставку воспитателей ввели в пилотном режиме в нескольких регионах страны. Также принято решение начинать учебный день с поднятия государственного флага. Андрей Баев, Екатерина Стывко, Андрей Дулепов, Тарас Тарасов. Идоги недели. Но еще одно любопытное видео на эту же тему. Депутат Госдумы Виктор Игнатов в школьном спортзале. Оцените точность броска. Мы стараемся реагировать на просьбы телезрителей. Фиксируем все ваши звонки на номер 23810. Выезжаем на место события. Пытаемся услышать все стороны конфликта. В редакцию новостей ОТС обратилась жительница райцентра Черепанова, которая попала в очень сложную ситуацию. Восьмилетней дочери Насте редкое заболевание. Ребенок инвалид. Прикован к креслу. А дом, в котором они живут, аварийный и скоро может развалиться. Что делать в этой ситуации и как помочь девочке, несмотря ни на что жизнерадостной и веселой? Вы это увидите в сюжете Станислава Блинова. А сейчас ты какой цветовочек рисовать будешь? Ромашку. Ромашку? А рядом какой? Вот этот вот? Да, маленький. Это подсолнух. А почему он такой маленький? Подсолнухи-то намного больше ромашек. Так он только растет. Насте Карачевой 8 лет. В прошлом году она пошла в школу. Вернее, школа пришла к ней. За год домашнего обучения девочка с диагнозом спинальная мышечная атрофия научилась писать и читать. В этом году собирается изучать английский язык. Знаешь что-нибудь по-английски уже? Угу. Что знаешь? Да, нет. Рыба, кот, пес и крохотил. У Насти редкое заболевание. Постепенно слабеют все мышцы тела, включая отвечающие за дыхание. В Новосибирской области таких всего 22 человека. Еще до недавнего времени диагноз был приговором. Теперь с помощью нового лекарства шансы есть. На умственных способностях болезнь никак не сказывается. Ну, Настя вообще бойкая, она разумная. Это часто. Понимаете, ребенок никуда не бежит. Он прикован к креслу. Всю свою энергию, а энергия есть. Он пускает на интеллектуальную деятельность. У Насти хороший прогноз. Больше всего Настя любит рисовать. Особенно хорошо получаются цветы и дома. Может быть, именно потому, что ее собственный дом находится далеко не в лучшем состоянии. Дела окно поменять. Вызвала этих мастеров. Они отказались, говорят, у вас рухнет стена. Шлакоблочный дом рассчитан на четыре семьи и стоит на болотистой местности. Одна из квартир осталась брошенной после смерти хозяйки. Теперь из-за запущенного помещения. Насквозь промерзают стены и разрушается фундамент всего здания. Чтобы обои не рвались от сырости, их проклеивают скотчем. Страшнее всего остаться без тепла зимой, до которой остались считанные месяцы. Весной этого года окончательно проржавел котел печки, который отапливает весь дом. Вода заливает угли и выливается на пол. Предварительный вердикт специалиста – на ремонт потребуется не меньше 40 тысяч рублей. У меня голова уже раскалывается. Я не знаю, что мне делать и как мне здесь без печки зимой жить. В более-менее жилом состоянии помещение поддерживают изо всех сил. Но средств не хватает. И даже крепкому человеку в таких условиях непросто сохранить здоровье. У нее легкие слабые, ей в таком климате, в сырости, ей жить нельзя. За помощь обращались в администрацию. Ходила туда, в шестой кабинет. Мне там ответили – ваша собственность, ремонтируйте сами. Писали в прокуратуру под жилье вот это вот доступное. Ну что-то тоже нам прокуратура не ответила. В администрации Черепаново рассказали, а ситуации узнали совсем недавно. Для того, чтобы признать дом аварийным, требуется экспертиза, которую за свой счет должны провести все жители Ветхого дома. Но даже если положительное заключение будет завтра, очередь на расселение растянется на годы. Мы рекомендуем обратиться к нам в 14 кабинет администрации города Черепаново для решения этого вопроса, для консультации. А пока взрослые ломают голову, как разорвать замкнутый круг, Настя готовится отмечать начало нового учебного года. Торт купим. И учительнице подарок какой-нибудь придумаем. А какой подарок хотите учительнице подарить? Нарисовать какие-нибудь цветы. Станислав Блинов, Евгений Агеев. Итоги недели. В редакцию новостей ОТС обратились жители микрорайона на улицу Лобова. Это Октябрьский район Новосибирска. Ржавые коммуникации, заваленные мусором газоны. Едва ли не единственная на весь микрорайон детская площадка. Все это создает впечатление, что муниципалитету микрорайон как будто не нужен. Люди сами здесь подметают улицы, ремонтируют подъезды. В проблеме разбирался автор программы «Территория тепла» на телеканале ОТС Александр Попов. Мы находимся в парке имени Гагарина. Еще в советские годы здесь были танцплощадки с ценной зеленой аллеей. Сегодня это заваленное мусором и забытое властями место. Вспоминают о нем лишь изредка. Например, сегодня перед приездом наши съемочные группы. За несколько часов здесь вычистили асфальт. Вот прямо перед вами приезжал мастер, приезжали с ним рабочие. Немножко здесь порядок навели. Но дело в том, что вот буквально совсем недавно здесь машины проехать не могли. Потому что все было завалено мусором. Все до того завалили. Здесь вонище, ну, сами чувствуете, да? Однако сам парк, от которого остались лишь воспоминания, по-прежнему напоминает больше мусорный полигон. Так как здесь стоит единственная на десятки домов контейнерная площадка. В настоящее время, на протяжении многих лет, с парка Гагарина превратили в мусорку. Это страшно смотреть и больно нам, старикам. Вся уборка в микрорайоне на плечах жителей, даже с единственной в округе площадки убирают вместе с детьми. Любовь Холина сама с предоставленной местным депутатом лестницы штукатурила подъезд. А вот с ржавыми трубами пенсионерка не справилась. Месяц мы добивались того, чтобы хотя бы нам что-то починили. Как нам починили, вы в результате вот на данный момент видите. В управляющей компании нам объяснили, что часть домов микрорайона находится в непосредственном управлении, то есть вся ответственность на жителях. Трубы сделают, но частично за счет собственников. Сегодня утром уже была там комиссия. В комиссии участвовала управляющая компания, подрядная организация, ЖЭО и тепловики. То есть они совместно решены о том, что будет замена трубопровода. Что касается контейнерной площадки, то перенести ее из бывшего парка можно, но опять же по заявлению и на деньги жителей. Сооружение контейнерной площадки ляжет на время собственников многоквартирных домов, которые непосредственно и организовывается эта контейнерная площадка. Принимаемые меры решают сиюминутные задачи микрорайона. Но вот сделать жизнь сносной здесь поможет лишь комплексная застройка со сносом двухэтажек. Либо пристальное внимание городских властей. Управляющей компанией сюда не заманишь, а сами жители с бременем коммунальных проблем явно не справляются. Александр Попов. Итоги недели. Сразу два крупных медицинских объекта по нацпроекту здравоохранения построят в этом году. Так в Новосибирске в микрорайоне Стрижи появится новая шестиэтажная поликлиника, которой будут приписаны все жители этого микрорайона и новый корпус детской туберкулезной больницы. Впечатляющий, как оценил наш корреспондент Александр Шпак, своей диагностической мощностью. Сюжет с места событий. Глядя на это внушительных размеров здания, кажется, будто бы тут построили целый больничный комплекс. Однако это поликлиника. И такая большая она, потому что она будет обслуживать весь микрорайон Стрижи. Проектная мощность 25 тысяч человек. Но это только работа в штатном режиме. Могут приписать и больше, ведь район очень быстро растет. Тяжелые строительные работы позади. Теперь трудятся внутри шестиэтажной громады. Идет отделка стен, монтаж ламп и магистральных электросетей. Уже угадываются черты будущего дизайна. Высокие потолки, широкие коридоры. Здесь все в соответствии с современными стандартами. О толкотне, которое бывает в поликлиниках советской постройки, пациентам можно будет забыть. Новая поликлиника будет принимать одновременно и детей, и взрослых по 600 человек в день. Десятки кабинетов тоже нужно заполнять современным оборудованием. Благодаря нацпроекту медики заказывают все, что нужно для диагностики пациентов. Маммограф, леограф, рентгенаппарат, эндоскопическое оборудование, ультразвуковое оборудование серьезное. В районе эту поликлинику ждут. Здесь живут несколько обособленно. Город в городе. Медучреждений мало. Очередик специалистам до сих пор обыденность. Региональные власти сегодня прикладывают много усилий для решения этой проблемы. Еще один медицинский объект на финальном этапе строительства – лабораторный диагностический корпус детской туберкулезной больницы в поселке Мочище. Он крайне необходим маленьким пациентам. В ближайшее время будет поставлен рентген, а в октябре мы поставим КТ. Это позволит не вывозить ребятишек для исследований в другие лечебные учреждения. Ранее строители несколько отставали от графика. После одной из проверок, подобных сегодняшней, подрядчики принялись работать в ударных темпах. Были небольшие недоделки косметические. Не было подготовлено помещение под тяжелое оборудование томограф рентген. Сейчас все недоделки устранены. Я надеюсь, что мы выходим на сдачу объекта. Сейчас здание готовят к монтажу оборудования. Этому учреждению тоже есть чем похвастать. УЗИ экспертного класса, эндоскопические аппараты, компьютерный томограф и полный комплекс лабораторной диагностики. Все уже закуплено и ждет своего часа на складах. Оба учреждения и корпус Мочище и поликлинику в Стрижах сдадут не позже 1 января нового года. Александр Шпак, Станислав Блинов, Иван Чижиков, Алексей Зубила. Итоги недели. А жители многоэтажки по улице Декабристов в Новосибирске получили ключи от квартир через 10 лет после того, как эти квартиры купили. Таким образом, сдан один из самых давних долгостроев города. Возводить его начали еще в 2007 году, но работа шла медленно, а через 7 лет стройка и вовсе остановилась. Как удалось достроить, расскажет Дмитрий Белькевич. Жительница Новосибирска Наталья Волкова осматривает свою новую квартиру, которую купила в 2011 году. Однако въехать в нее смогла спустя 10 лет. Застройщик не исполнил обязательств, стройку не раз замораживали. Сегодня она получает ключи от заветной двушки в центре города. Было очень много людей, которые пытались достроить дом, но никто до конца дело не довел. Только были люди, которые, наверное, больше хотели что-то для себя, выгоду какую-то воспользоваться. Но с приходом Артема все изменилось и все пошло в нужном русле, в нужном направлении. Артем – председатель ЖСК, которому и удалось достроить дом. Сегодня праздник не только у дольщиков, но и у него самого, поскольку довести объект до ума стоило дорого и в переносном, и в прямом смыслах. Достраивались с помощью жилищ-строительного кооператива, объединили всех людей в один ЖСК. Это все удалось. Да, конечно, пришлось людям доплатить. По 7 тысяч рублей с квадратного метра люди доплачивали. Но я понимаю, что ни у кого нет этих лишних денег. И фактически они уже исполнили все свои обязательства, должны были получить свои квартиры. Но все прекрасно понимали, что им есть, что ждать. В строительстве помогли и областные власти. Благодаря профильному министерству удалось реализовать сразу два масштабных инвестпроекта на общую сумму 60 миллионов рублей. Выделили субсидию на присоединение к инженерным сетям. Очень много было проблем с этим домом. Один из тяжелейших домов на самом деле. И я очень рад, я действительно рад, когда получили разрешение на ввод. Это самое главное в нашей работе. Когда все вместе, без друг друга, скажем, поливания грязью, работаем как одна команда и получаем результат. Это действительно результат. Тем временем в регионе есть еще ряд проблемных объектов. Их достройка финансируется за счет тесного сотрудничества с ППК-фонд. Сейчас организация рассматривает несколько заявок от областных властей. Часть уже одобрена и средства на стройку поступили. Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов. Итоги недели. В Новосибирском районе возвращают землю в государственную собственность. В прошлом году вернули больше 5000 гектаров земли. А это, кстати, территория, сопоставимая с размером, например, райцентра Искитим. Земля в Новосибирском районе дорогая. Это неудивительно. Рядом мегаполис. Поэтому и является причиной для разного рода споров, конфликтов, различных махинаций. Но и правоохранительные органы тоже не дремлют. Сюжет Станислава Блинова. Стоимость одного гектара земли на отдельных участках Мичуринского сельсовета Новосибирского района может доходить до 30 миллионов рублей. Но с помощью незаконных схем эти лакомые участки вдоль федеральной трассы уходят буквально за копейки. Следом собственники ставят глухие заборы для того, чтобы потом на перепродаже получать астрономические прибыли. Олег Владимирович живет в поселке Элитном Мичуринского сельсовета с 2008 года. Несколько лет назад вместе с другими неравнодушными жителями начал заниматься темой незаконного присвоения земли. Играя как дети в морской бой, имея карту только Росреестра и Дубль ГИСа, имея какие-то слухи и домыслы, начали тыкать пальчиком и проверять, кто этими участками, когда владел, кому чего перепродавал. В результате таких перепродаж муниципальный бюджет лишается колоссальных средств, которые могли бы пойти на благоустройство. Вот эти шесть земельных участков, ну волос и дыбом, понимаете, это 2-3 годовых бюджета муниципального образования, где живет 6 тысяч людей. В земельной комиссии администрации Новосибирского района заинтересовались материалами, которые собрали общественники, и обратились в правоохранительные органы. Но работа по возвращению земли в собственность государства встречает не только помощь, но и активное противодействие. С этим и сталкивался Новосибирский район, когда политика, когда совет депутатов был расколон. И сегодня предпринимаются действительно такие попытки, с учетом того, что мы налаживаем системную работу, но не всем это нравится. Но задача простая и она понятная, мы идем четко, уверенно к наведению порядка с землями. Чтобы навести порядок, в Новосибирском районе провели инвентаризацию земель, сделав процедуру распределения максимально прозрачной, с участием земельной комиссии. Работа по возвращению земли уже приносит свои результаты. Только в Толмачевском сельсовете по результатам уголовных дел вернулись 17 участков общей площадью больше 5000 гектаров. Вчера буквально смотрели опять статистику, 10% увеличилось количество посевных площадей в Новосибирском районе. За счет того, что вернулись земли, есть возможность сейчас на них выращивать зерновые культуры, получать новые виды производства. В районе создана рабочая группа, в которую вошли представители районной прокуратуры и правоохранительных органов. А общественники считают, что именно сейчас появился реальный шанс изменить ситуацию. Станислав Блинов, Антон Мамаев. Итоги недели. Академика Александра Асеева обвиняют в том, что он забрал из государственной собственности коттедж. Точнее, незаконно его приватизировал. На неделе суд Советского района начал рассматривать громкое дело бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук. Впрочем, именитый фигурант не только отрицает свою вину, но и, как сообщает наш корреспондент Леонид Лишенко, обижен на прессу и представителей сразу двух ведомств, которые предали историю огласки. Кстати, покидать свою жилплощадь академик не собирается. В начале судебного заседания адвокаты Александра Асеева подвергли критике СК и прокуратуру, которые, по их мнению, недостаточно деликатно давали информацию о ходе расследования и тем самым нарушили презумпцию невиновности. Стоит отметить, что упомянутые пресс-релизы отражали версию правоохранителей о том, как академик застолбил за своей семьей право собственности на трехэтажный коттедж площадью 600 квадратов, расположенный в нижней зоне Академгородка. Обвиняемый убедил членов президиума СОРАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях. После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии, путем предоставления подложных документов в Советский районный суд города Новосибирска, он приватизировал имущество в пользу своей дочери. Кстати, Ольга Асеева, ставшая хозяйкой отстроенного за бюджетные деньги элитного жилища, в тот момент находилась во Франции. По версии следствия, академик попросту подделал ее подписи в документах. Однако адвокаты уверяют, что Александр Асеев действовал строго по доверенности, полученной от дочери. Кроме того, экс-председатель Саран уверял, что никого не обманывал в длинной эпопее с приватизацией коттеджа раздора. По мнению следствия, обман с моей стороны при получении во временной пользы служебного живого помещения по адресу Мальцева, 16, выразился в том, что я обещал членам призыва не приватизировать этот коттедж. Следствие не учитывая, что я не приватизировал, не мог его приватизировать, поскольку, как отмечал раньше, мы с супругой уже использовали право на приватизацию. И тут ведь не поспоришь, ведь право собственности по факту оформил на себя другой человек, а именно дочь. Еще одна претензия в адрес Асеева состоит в том, что коттедж, который находился в оперативном управлении Саран, был предоставлен, хотя академик уже имел четырехкомнатную квартиру и в дополнительной жилплощади явно не нуждался. Но ученый парировал, мол, служебное жилье ему полагалось по статусу. Вот этот пункт тщательно следствием вымарывается, и все обвинения идут с того, что социальный найм, я должен был быть нуждающимся, имел квартиру, без очереди и так далее. Ну, в общем, это... Ну, я понимаю, что это не следствие писало, я даже знаю, кто конкретно писал. По словам Александра Леонидовича, коттеджи Саран были предназначены для проживания исключительно научной элиты. Кроме того, подсудимый заверил, что передал свою прежнюю квартиру государству. Правда, стоит отметить, что рыночная стоимость объектов несколько различается. Скажем, следователи оценили домик на улице Мальцева почти в 47 миллионов рублей. Именно такой ущерб и фигурирует в деле. Леонид Лишенко, Константин Менин. Для итогов недели. Всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Согласно указу президента, единовременную выплату в Новосибирской области получат 820 тысяч человек. Процесс уже идет, сказал в четверг управляющий отделением пенсионного фонда по Новосибирской области Александр Терепа. Наша система региональная обработала и назначила 815 тысяч 968 выплат. Порядка 560 тысяч выплаты идут через системы банков. 26 кредитных учреждений на территории Новосибирской области являются обслуживающими организациями наших клиентов. В первую очередь деньги получат те, кто пользуется картой мира. Остальным по 10 тысяч выдадут либо в почтовом отделении, либо дома в день получения пенсии. На такую выплату имеют право в том числе и работающие пенсионеры, получающие выплаты по инвалидности и потере кормильца. Все начисления пройдут автоматически. Никаких заявлений писать не нужно. Отопительный сезон в Новосибирской области энергетики готовы начать уже относительно скоро, 15 сентября. Однако, если погода останется теплой, а по прогнозам синоптиков, вероятно, так и будет, сроки могут сдвинуть. Готовность системы отопления Сузунского района к зиме на неделе оценил губернатор региона Андрей Травников. В райцентре построили новую котельную с экологичным оборудованием. Подробности в сюжете Дмитрия Велькевича. Эта котельная уже прошла испытание с сибирскими морозами. Ее ввели в строй прошлой осенью. Новое оборудование не только отработало без сбоев, но и позволило сэкономить топливо, которое заводят уже к следующей зиме. До 15 сентября запас будет стопроцентным. Контракты все заключены на весь отопительный сезон. Уголь у нас возрос на 20%. Цена за тонну составила 2700 рублей. Паспорта готовности мы получим в срок. Котлы топят углем, потому что в Сузунском районе нет газа. Пока нет. И проведение голубого топлива – одна из главных задач на самое ближайшее время. Стройка будет завершена. Понятно, что там свои процедуры, потому что проект будет реализовать «Газпром». Это через свою инвестиционную программу. У них там свои правила, эти все изыскания, проекты, проведение работ. Но программа утверждена с двух сторон. Со стороны губернатора и со стороны руководителя «Газпрома» Миллера. И она будет реализована в этот срок. В планах закончить строительство газопровода в 2024 году. Будут тянуть одновременно две ветки – из Искитима и Черепанова. Крупный инфраструктурный проект на особом контроле и областного правительства, и депутатов ЗАГС Собрания. У нас сейчас задача с губернатором – мы пытаемся две ветки провести. Это, так сказать, самый лучший вариант. Одна с Сузуна, другая с Искитима, чтобы нам захватить все села Сузунского района. Потому что если когда мы идем… Сузуна, Слинева. Ой, ну Слинева, да, я имею в виду через Искитимский район все равно. Потому что когда мы идем с Черепанова, мы захватываем только два села, три. Все. А здесь захватываем практически все. Еще одной проблемой до недавнего времени было качество воды. Сейчас, когда в районе запустили новую станцию очистки, она полностью соответствует всем санитарным нормам. Коммунальщикам пришлось побороться с лишним воздухом в системе. Но этот недостаток устранили. Сегодня губернатор поручает профильному министерству уточнить параметры карты грунтовых вод Новосибирской области, чтобы на каждом подобном объекте не проводить научные изыскания. На областной уровень передали уже два года назад координацию этой работы. И как-то уже нужно выйти на типовые решения. Мы же знаем, где у нас железо повышенное, где другие сложные характеристики воды. Ну, где-то набор типовых решений, чтобы мы за раз делали. И не так вот. Каждый раз индивидуальный, каждый раз чуть ли не научная работа. Развитие инфраструктуры повышает привлекательность района. Потому что здесь и ждут притока молодых специалистов. Тем более, чтобы полностью ликвидировали очередь в ясельные группы. Новый корпус детского сада примет еще 40 малышей. А уже 1 ноября первых пациентов ждут в операционном блоке Центральной районной больницы. Его готовят к открытию. В будущем году реконструкция будет и в главном корпусе. Наказы сезонских избирателей выполняют в срок. Сергей Толмачев. Итоги недели. Как работает Пушкинская карта? Что это вообще такое? Для кого она предназначена? Сколько на ней денег? Много вопросов. А тем временем первый билет на спектакль по Пушкинской карте в регионе уже купили. Это федеральный проект для подростков и молодых людей от 14 до 22 лет. На этот год каждому для посещения театров и музеев выделено по 3 тысячи рублей. На какую афишу следует обратить внимание, расскажет Константин Клещин. Вот так дизайнерски оформлен федеральный проект Пушкинская карта. Это знак, который располагает у своих касс или на афишах культурное учреждение, где готовы принять школьника и студента за бюджетные деньги. С 1 октября карту начнут выдавать и на руки. А пока проект работает только через портал госуслуги. Нужно войти на госуслуги. Он самому или с родителем. С 14 лет все имеют паспорт уже, поэтому имеют право. Подгружают туда культура ПРО. Ну, то есть, получается, госуслуги культура. И Пушкинскую карту нажимают. Им виртуально выходит карта в 3 тысячи. Вы выбираете из перечня, который экспертный совет одобрил. Там стоит, значит, Пушкинская карта. Все, что можно выбрать по Пушкинской карте. На данный момент в Новосибирской области 13 учреждений культуры вошли в проект Пушкинская карта. Они подготовили спектакли и концертные программы, которые одобрены экспертным советом. Продажа билетов по карте уже идет. Одна из задач, которую, считают специалисты, можно решать при помощи проекта, это помощь школьникам и учителям в образовательном процессе. В частности, востребованы спектакли по классической литературе, музыкальные занятия. У нас в филармонии есть специальный коллектив, это музыкальная и литературная лектория, это старейший коллектив филармонии, он ровесник филармонии. Кстати, филармонии в следующем году исполняется 85 лет, который готовит именно такие музыкальные уроки. Ожидается, что и другие, в частности региональные и муниципальные учреждения культуры, музеи и театры подкручатся к проекту. Но для этого им надо поработать над цифровизацией своей деятельности и подготовить конкретные продукты для школьников и студентов. Например, для музея это тематические экскурсии, лекции и уроки, когда ребята не просто ходят по экспозиции, а получают знания в определенной области. Пушкинская карта выполняет социальную задачу, выравнивает возможности населения по приобщению к лучшим образцам культуры. Эта карта дает возможность школьникам, вообще подросткам, посещать какие-то культурные заведения абсолютно бесплатно. Мне кажется, что это очень поистине великолепная возможность не тратить деньги, потому что зачастую люди не могут выделить себе нужные деньги на культурное какое-то образование. В этом году Пушкинская карта пополнена на 3000 рублей. Со следующего года будут выделять уже по 5000 каждому ее обладателю. Константин Клещин, Евгений Павлов. Итоги недели. Еще одна интеллектуальная акция для молодежи. Уличная. На ходу она так и называется «Бегущая книга». Имена новосибирских спортсменов, столица Олимпиады, смысл олимпийской символики, вопросы по истории Олимпиад горожанам задавали библиотекарей. В интеллектуальном марафоне поучаствовала и Екатерина Новгородцева. Что изображено на олимпийском флаге? Российский флаг. Какая олимпийская спортивная игра проводится в бассейне? Водная пола. Молодец. Акция «Бегущая книга» проходит каждый год с 2018-го. Сегодня на улицы города вышли несколько библиотекарей, чтобы задать новосибирцам вопросы об истории Олимпийских игр. В ответ дарят подарки. Книги, блокноты и приглашения в библиотеку. К акции «Бегущая книга» присоединились 550 библиотек в разных регионах. А количество участников за несколько лет проведения достигло 100 тысяч человек. Библиотекам хочется привлечь внимание к себе молодежи, школьников тех же самых. Поэтому в таком необычном формате хочется представить и образ библиотекаря. Что это такой стереотип, нескучный сотрудник. А мы выходим к людям на улицы, готовы тоже с книгой и пробежаться, и рассказать, и продвигать и спорт, и знания. Интеллектуальные забеги проводят два раза в год – весной и осенью. Тема забега всегда новая. Прошлый был приурочен к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. Этот проводят по горячим следам Олимпиады в Токио. Какую награду получал победитель Олимпийских игр в древности? Ну, что-то на голову ему надевали. В имаминаде, венок. Что это за виды спорта? Это стрельба, это фехтовая. А, правильно. Это какой-то мальчик бьет кому-то. А, это баскетбол. Я участвовал в школе в Олимпиаде по физкультуре и выигрывал её на районе. Ездил на город. Там изучал историю Олимпиады. И так как я давным-давно был уже в школе, ну как, 5 лет, не очень-то давно, но давно. Я уже подзабыл. Но какие-то остаточные знания, как видите, есть. Весенний забег 2020-го пришлось отменить из-за пандемии. Осенью акцию возобновили. Тогда многие библиотеки участвовали в интеллектуальном забеге онлайн. Сегодня снова вышли на улицы. Екатерина Новгородцева, Андрей Дулепов. Итоги недели. Песни, танцы, чаепития с самоварами и баранками. Так на неделе в Новосибирске отмечали День соседей. И пусть в многоэтажках люди не так зависят друг от друга, как в частных домах. Жители одного из дворов на улице Бориса Богаткова доказывают. Традиции добрососедства никуда не исчезли. На праздники соседей побывал наш корреспондент Александр Шпак. Так жители на Бориса Богаткова песни собственного сочинения славят родной двор. Похвастать есть чем. Как минимум собрать столько людей разного возраста и пола, не объединенных родством, задача непростая. А тут целый праздник. К нему готовились, ждали, составляли фотоколлажи, подделки, бабушки вязали. Сегодня показывают, кто чем богат и чем талантлив. Вот раньше, вы знаете, все сидели в своих квартирах закукленные и прочее. А сейчас они выходят для того, чтобы оформить красивую клумбу, для того, чтобы просто поговорить. Все наладилось, когда жители двора перешли к наиболее демократической форме управления общей территорией – ТОСу. Чтобы организовать свой быт, сделать его достойным и комфортным, нужно держать связь не только в праздник, но и каждый будний день. Эти дворы в прошлом были военным городком, так что тут живут люди с потомственной тягой к порядку. Баранки и самовары – отнюдь не жемчужина их сегодняшнего торжества. Сегодня активисты ТОС «Воинский» подводят итоги реализации муниципального гранта. Раньше на этом месте был пустырь с парочкой старых родливых клёнов. Пока однажды жители не пришли к мысли – нужно что-то здесь менять. Свой двор преобразим. Полумиллиона рублей хватило, чтобы сделать здесь асфальтированные дорожки, выкорчевать, спилить и выкорчевать старые деревья, положить газон, высадить петуньи, голубые ели. При этом большинство работ они выполняли своими руками. Получился сквер. Жители планируют вызадить ещё несколько деревьев, но уже результатом хочется поделиться. На праздник пригласили мэра Новосибирска, который впечатлился результатом их труда. У нас есть программы благоустройства. Это бюджетные программы, работают подрядчики, мы за этим следим внимательно очень. Это другую. Это активность самих жителей. И вот получаются такие хорошие результаты. Директора управляющей компании, партнёра ТОСа, жители считают другом, почти соседом. Обоюдное уважение, секрет их отношений. Одни сообща заказывают услуги, другие выполняют чётко и вовремя. Мы взаимодействуем не от случая к случаю, а ежемесячно. У нас есть определённые планы работ, мероприятия. Всё прозрачно. А когда всё прозрачно, нет почвы для ссор и вражды. Если бы такое понимание царило в каждом дворе, наш город выглядел бы совсем иначе. Александр Шпак, Константин Менин. Итоги недели. Из Сибири в Крым на Горбатом. Новосибирские путешественники добрались до полуострова на Запорожце. Автомобилю почти 60 лет. Но почтенный возраст не помешал машине преодолеть горные серпантины и перевалы. Туда и обратно получилось больше 10 тысяч километров. Екатерина Стывко о необычном путешествии. Ярко-голубой запорожец – гордость Александра Чанчикова. Ради путешествия мечты мужчина купил ЗАЗ-968. Самостоятельно восстановил его и покрасил. На ремонт ушло полгода. Путешественники постарались максимально сохранить исторический вид машины. Вот, например, приборная панель 60-х годов. Ручка омывателя, стекла. Ее необходимо было тянуть на себя. А самая большая удача – удалось сохранить руль. Правда, пластиковая обшивка обтрепалась. Ее заменили на деревянную. Для комфорта водителя и пассажиров сиденье пришлось тоже поменять. На «Тойотовские» установили навигатор. Сердце машины также от другого авто. Для путешествия установлен более современный двигатель. Если так сказать, что «современный», в кавычках. Потому что он тоже где-то 80-го года выпуска. Это двигатель следующей модели, ЗАЗ-968. Более мощный и более современный, можно сказать. Запорожец – машина небольшая. На крыше установили вместительный багажник. С собой взяли запасную канистру бензина. Машина сжигает 8 литров на 100 километров. Плюс туристическое снаряжение. Отец и двое сыновей отправились в путь. С мамой они должны были встретиться уже в Крыму. Машинка не подвела абсолютно никак. Я даже не ожидал такого поворота событий. Были, конечно, проколы колес. Пробивали, отломили одно колесо на обратном пути. Попали в Саратове, в яму, в колодец, в оберты. Ну ничего, восстанавливались, дальше ехали. За шесть дней путешественники пересекли полстраны. Опасений было много, ведь двигатель охлаждается воздухом. При 30-ти градусной жаре произойти могло все, что угодно. И у нас даже был план «Б», когда мы закладывали бюджет. Если вдруг что-то пойдет не так, то выйдут эвакуаторы и его отвезут туда, куда мы скажем. Ну не понадобилось. План «А». Судак, Севастополь, Мистер-Ханкут, Евпатория объехали большую часть полуострова. Горбатому оказались по силам даже высокие горные перевалы. На каждой остановке с путешественниками фотографировались. Голубой Запорожец стал звездой местного телевидения. Вспоминается внимание людей, как нам предлагали запчасти почти на каждой остановке нашей. Дальнобойщики часто на своей волне обсуждали нас. По рациям нам рассказывали про это. В основном только наш Запорожец был в эфире у них. Обратно до Новосибирска поехали тоже на машине. Кстати, Чанчиковы не в первый раз добираются до Крыма необычными способами. Несколько лет назад путешествовали на мотоциклах. Сейчас планируют новый маршрут. На Голубом Запорожце мечтают доехать до Тихого океана. Екатерина Стывко, Александр Миняйлов. Итоги недели. Телеканал ОТС и областной центр патриотического воспитания продолжают рассказ о талантливых людях, которые работают на благо Новосибирской области. Сюжет нашего корреспондента Ксении Петренко в рамках проекта «Поколение Некст» о молодых ученых, которые занимаются разработкой маркеров для выявления онкозаболеваний. И это помощь в диагностике опухолей на ранних стадиях. Это большая проблема в молекулярной биологии. Почему она так зачастую буксует в России? Потому что реагенты, именно молекулярно-биологические, зачастую достаточно дорогие и иностранного производства. Мы поддерживаем отечественных производителей, пользуемся. Работа в лаборатории кипит. Группа из трех человек сосредоточились на поиске РНК-маркеров, то есть соединений, которые изменяются при реакции с опухолью, а значит, помогают найти ее расположение в организме. Чтобы получить результаты, нужно провести сотни опытов. Когда доходит до работы именно такой вот лабораторной, то зачастую это прям длительная, постоянная, вот такая вот монотонная работа. И иногда, если есть какие-то определенные жесткие сроки, или там нужно успеть написать статью, вот, приходится работать иногда и допоздна, и несколько раз мы оставались там ночью работали. Команда молодых специалистов в лаборатории молекулярных механизмов канцерогенеза занялись изучением онкологии несколько лет назад. Своей разработкой они помогут врачам диагностировать это заболевание на ранних стадиях. То есть будут созданы специализированные тест-системы, которые максимально быстро и точно выявят локализацию опухоли. Была у меня, конечно, такая мечта всегда сделать что-то полезное, что-то, что будет помогать людям. Поэтому, конечно, мне было интересно пойти в медицинскую направленность, а онкология — это, помимо того, что важная проблема, она и еще интересная с научной точки зрения. То есть вот этот вот процесс развития, формирования опухоли, он включает в себя множество механизмов, многие из которых до сих пор даже не открыты какие-то, какие-то малоисследованы. То есть здесь всегда будет что исследовать, находить, и находить способы помочь людям. Владислав Конончук по образованию химик-органик. После обучения пошел работать на производство, но понял, наука привлекает больше. Кроме того, всегда хотел помогать людям, поэтому и решил сменить профиль на молекулярную биологию. Здесь есть возможность получать реальные результаты, которые могут влиять на жизни людей. Когда ты сам выбираешь направление исследования, ты понимаешь свою ответственность за то, что ты делаешь. И это тоже является достаточно сильной мотивацией и развитие чувства личной ответственности. То есть, что я считаю очень важно для молодого ученого. Научная деятельность – непростое направление. Начинать всегда сложно. Молодой специалист на своем профессиональном пути сталкивается с множеством преград. Но главное – желание, вера в себя и заинтересованность в результате своей деятельности. В данной сфере достаточно сложно, но перспективы развития очень высоки. То есть, также повышается оклад, потому что значимость как ученого, доверие со стороны научного сообщества растет. Появляется возможность участвовать в большем количестве стипендиальных программ, в грантах. Вот, собственно, вот сейчас у нас существуют очень хорошие программы поддержки молодых ученых. Молодые люди уже серьезно продвинулись вперед в своей научной деятельности. Так, при раке молочных желез обнаружили ряд маркеров, которые на родних стадиях определяют наличие метастазов в лимфоузлах. После внедрения таких тест-систем это поможет врачам не пропустить изменения в организме человека. Микро-РНК – это малые некодирующие РНК, которые могут регулировать синтез белка в клетке. То есть, и при озлокочислении клетки, когда обычно клетка превращается в раковую, также изменяются уровни микро-РНК. И микро-РНК, так как это очень стабильные молекулы, могут выступать в качестве хороших маркеров. Как уже было сказано, маркеров для диагностики, прогноза и терапии. Владислав Кананчук за свои научные исследования в этом году получил именную стипендию правительства Новосибирской области. Кроме того, подал заявку на конкурс «Лидеры России». По результатам дистанционного этапа вышел финал по треку «Наука». Говорит, все благодаря его команде и поддержке наставников. Хорошая команда. Мы с ребятами все взаимосвязаны. Но без них, собственно, моей работы и не было. Потому что основной принцип, который я проповедую, это, собственно, кооперация, а не конкуренция. То есть нам не имеет смысла вести какую-то конкурентную борьбу. Мы можем объединиться. В проекте «Поколение Некст» мы продолжим рассказывать о молодых людях, которые занимаются любимым делом. Бизнесмены, волонтеры, медики, ученые. Каждый из них вносит свой вклад в развитие Новосибирской области. За такой молодежью будущее. Ксения Петренко, Константин Менин. Итоги недели. Вадим Репин тоже был молодым и талантливым. А на неделе, точнее, 31 августа, знаменитому российскому скрипачу исполнилось 50 лет. И тоже еще все впереди. Поздравляем. Вадим – художественный руководитель Транссибирского фестиваля, частый гость нашего телеканала. И вот фрагмент из программы РНДУ с Татьяной Никольской, где знаменитый музыкант рассказывает, как непросто было заниматься скрипкой в детстве. Не было ли у вас в детстве желания бросить заниматься скрипкой или даже мыслей таких не было? Спрашиваю, как мама начинающей скрипачки, которая перестала верить в свои силы. Вы знаете, во всяком бывало, потому что школа, общая фортепиано, урок по специальности, домашнее задание. И порой вот действительно 11 часов были просто заняты. И я, конечно, скриплю душу, если скажу, что какие-то моменты меня посещали, мысли, ну, невозможно, завтра же то же самое с 8 утра и до 11 вечера. Бывало, бывали даже истории, когда я маме градусник набивал температуру, чтобы просто несколько дней ничего не делать. Но я вам скажу, тут главное для любого музыканта, для любого артиста в любом возрасте главное знать, чувствовать и видеть задачу, продукт вот всех этих невзгод, с одной стороны, времени, потраченного на профессию. И это главное является тем, что каждый должен быть как можно чаще на сцене. Вот когда ты находишься на сцене, ты понимаешь, во имя чего все, и к тебе приходит еще в полтора раза больше сил, чтобы дальше постараться прыгнуть выше головы. А внешне казалось, что все легко. В пятилетнем возрасте взял скрипку в руки и уже через полгода выступил на сцене. В 11 лет впервые победил на международном конкурсе. В 14 лет гастроли в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки. Год спустя покорил Нью-Йоркский Корнеги Холл. В 1989 году стал самым молодым за всю историю победителем международного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе. Так начиналась блистательная карьера Вадима Репина. Ну а как она продолжается сейчас, зрители Транссибирского фестиваля каждый год могут наблюдать воочию. Но мы все-таки закончим эту программу фрагментом из середины 80-х. Вадим Репин, Вундеркин, Талант еще в начале пути. Смотрите прямо сейчас, а мы встретимся через неделю. Удачи! Второй международный музыкальный фестиваль в Москве. Никола Паганини, Компанелла. Транссибирск. Удачи! 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»